Социальная политика — это система идей, решений и действий государства, направленных на оптимальный климат в обществе. Как этого добиться, узнаем сегодня в студии. Это Актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя, член Совета Федерации, председатель комиссии по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Здравствуйте. Ну, скажите нам, какие сегодня основные ориентиры в государственной социальной политике? В той главной фразе, которую вы сейчас сказали, что такое социальная политика, кроются как раз все её элементы, которые можно очень долго описывать разными, что называется, понятиями, формулами. Можно очень коротко сказать, как в обиходе называют иногда социальную политику, молодым работу, а пожилым и старикам заботу можно и так охарактеризовать. Но по большому счёту социальная политика и её уровень, организация социальной политики, удовлетворённость населения, социальная политика – это тот градусник, по которому умеряется температура социального благополучия вообще граждан. Их настроение, их ожидание, их отношение к тому, справедливо ли устроено общество. И от этого зависит, безусловно, социальный климат в целом в обществе. Вот вы сказали, что есть некие градусники, по которым можно узнать вообще о ходе социальной политики. А вот если конкретнее, то что это может быть? Я думаю, что главным таким вот, что называется, прибором, в кавычках, которым измеряется состояние общества, это, конечно, понимание людей, справедливо ли оно организовано, либо несправедливо. Президент нашей страны в одном из своих посланий, Федеральному собранию специально применил вот этот вот термин, связанный со справедливостью для того, чтобы, так сказать, органы на местах власти понимали вообще, что главное мерило, по которому гражданин общества, социум в целом оценивает состояние дела, это, конечно, вопрос справедливости. Справедливости по отношению к возможностям обучиться, справедливости по отношению к трудоустройству, получить, так сказать, заветную специальность, в которой человек мечтает или мечтает жить в том или ином месте, мечтает реализовать себя в том или ином деле. Поэтому это вот такой вот, что называется, комплексный, я бы сказал, показатель. А над какими сейчас законопроектами вы работаете в Совете Федерации? Какие сейчас самые актуальные? Я бы коротко подвёл бы итоги, может быть, так сказать, прошедшей весенней сессии следующим образом. Ну, несмотря на их количество, через Комитет по социальной политике прошло почти 280 законов, точнее, где-то законопроект, потому что не все из них становятся законами. Но отметил тот блок законов, который связан с реформированием пенсионных, документов по пенсиону, человек повышает в ходе своей профессиональной жизни, повышает свою квалификацию. То он учится, приобретает более высокие специальности, значит, получает возможность зарабатывать больше, значит, он отчисляет свою пенсионную копилку несколько больше, чем тот, кто этого не делает. Поэтому, естественно, что и было требование со стороны людей, чтобы и этот показатель тоже учитывал, более справедливо учитывал вклад каждого человека в свою будущую пенсию. Вопросы, связанные со стажевыми показателями, вы знаете, мы в законе поменяли с 5 лет необходимого стажа до 15, и, в общем, это тоже была ожидаемая мера. Вопросы, связанные с пенсиями наших учителей, врачей, вопросы пенсии северян, вопросы пенсионного обеспечения и влияния на стаж пенсионной будущих мам или мам, которые находятся по уходу за ребёнком, им стажевые показатели, как засчитываются. Средних таких инициатив я бы назвал новеллы по закону, которые учитывают особенности вхождения уже крымских пенсионеров в наше пенсионное законодательство. Всё-таки 615 тысяч крымчан, пенсионеров, вошли в нашу, естественно, пенсионную систему, и для них разработан был специальный закон, который поделяет все нормы и приспосабливает теперь их уже к новым пенсионным требованиям. А какой конечный итог вот этой, если её так можно назвать, пенсионной реформы? К чему это всё придёт? У пенсионной реформы не может быть никакого итога. Она должна развиваться постоянно. Изменяются экономические условия, изменяются параметры жизни людей, поэтому может изменяться возраст, выход на пенсию и так далее. Сейчас у нас свои в этой части установлены законом, что мы этот возраст сейчас не меняем. Поэтому пенсионная система – это развивающая система, она не может стоять на месте. Было 5 лет трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Сейчас 15. Вопросы, связанные с накопительной пенсией, такого вида пенсии не было в стране. Сейчас такой вид пенсии появился. Появился такой вид пенсии, как корпоративные, например, пенсии. Очень многие компании, в том числе и энергодобывающие, ресурсодобывающие, создают свои независимые пенсионные системы. Для них это тоже веление времени. Так что пенсионная система, она будет всё время совершенствоваться. И в этом плане, что называется, у законодателя всегда будет работа. Изменяются условия жизни на севере. Появляется много факторов, которые должны быть учтены в работе, например, сельских тружеников. Привлечение молодых людей для работы на север, в село. Сейчас меняется программа работы государства по отношению к Дальнему Востоку. Приоритетное направление. Поэтому многие виды законодательства, и пенсионного, и другого, они всегда будут в движении. Не могут быть, что называется, такими жёсткими и неизменными. Валерий Владимирович, мы знаем, что это ваш второй визит в Ниньский автономный округ. Впервые вы здесь побывали в конце июня и успели посетить несколько социальных объектов. Давайте посмотрим, как это было. Делегация посетила окружную больницу и родильное отделение, где сенатор пообщался с медицинским персоналом и пациентами. Проблемы у окружной больницы существуют давно. Это переполненные палаты, больные лежат даже в коридорах, и очередь на лечение. Да, действительно, есть такая проблема. Палаты переполнены, это же ещё потонеры, там у нас очень много ещё стоят на так называемой очереди, чтобы просто попасть, улучшиться, прокапаться, сельских наших населённых комплексов. Поэтому мы говорим о следующем. Мы старца подробно сделать на пристройку, на сегодняшний день просто досапались, и это будет структурное решение. Я надеюсь, что вот сейчас вот эти методы мы увидим. Особенное внимание уделили Пустозерскому дому-интернату в посёлке Искателей. Учреждение располагается в переоборудованном 27-квартирном жилом доме. Сегодня здесь проживает 75 инвалидов. Второй этаж полностью занимают лежачие больные. Основная проблема дома-интерната – здание, которое не отвечает требованиям и нуждам. Конечно, за счёт очень хорошего отношения к этой проблеме дом-интерната, конечно, без того, что там есть, вы выжили максимум. Но на сегодняшний день, конечно, он не соответствует такой уже современной реалии, потому что ни один инвалид там самостоятельно не въехать, не выехать, не проехать. Виной всему узкие коридоры, отсутствие лифтов и невозможность сооружения подъёмников на лестницах для колясочников. С 1 января 2014 года полномочия по управлению домом-интернатом вернулись в Ненецкий округ. Поэтому сегодня руководство учреждения ждёт помощи от власти. Преоглава региона Игорь Кошин заверил. Пустозерский дом-интернат – один из приоритетных социальных объектов. Работа в этом направлении уже ведётся. Валерий Владимирович, что Вы можете сказать по этой поездке? Есть ли у Вас какие-то рекомендации, замечания? Вы знаете, очень интересно познакомиться с опытом организации жизни в северных регионах, потому что здесь очень много особенностей, так как и много трудностей в реализации социальных программ. И мне было очень приятно посмотреть, что такие вопросы, как организация помощи в вопросах материнства, детства здесь решены очень прилично. У Вас, на мой взгляд, один из лучших оснащённых и по вопросам поддержки здоровья мам родильный роддом. Это на сегодняшний день просто вызывает удивление, как в этих условиях, в условиях Северова, поддерживается такой уровень родовспоможения. Что касается Дома ветеранов, здесь и губернатор согласился, исполняющий обязательства и губернатор согласился с моими оценками, что, безусловно, региону требуется новый дом. Он этот приспособленный, несмотря на очень хорошее отношение персонала, на мой взгляд, удачная кандидатура Вашего руководителя дома-интерната, но дом приспособленный, поэтому, безусловно, надо начинать думать о строительстве нового дома. Требует расширение больницы, центральной Вашей больницы, причём потому, что на сегодняшний день есть и переуплотнение, и врачи испытывают проблемы, связанные с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, и, безусловно, и, самое главное, что все понимают, руководство региона понимает, что это нужно делать. Мне бы хотелось в ходе нынешней поездки ещё познакомиться с проблемой организации жилья. Как строится жильё, какое оно, какого оно качества, потому что всё-таки это север. Вопросы обеспечения жителей, имеющих льготное право на получение жилья, вопросы, связанные с обеспечением ветераном Великой Отечественной войны, льготным жильём. Хотелось бы познакомиться поплотнее с вопросами лекарственного обеспечения. Север. Тоже понятно. Как вы умеете доставлять лекарства в самые дальние населённые пункты? Потому что люди не должны чувствовать разницы, где бы они ни жили. Либо в столице, в Нарьемаре, либо в дальнем посёлке. Поэтому мне очень интересно изучение этого опыта. Мне нравятся отношения Игоря Викторовича Кошина к решению этих социальных проблем. И никто не собирается закрывать глаза на эти проблемы. Особым вопросом, который я здесь хотел бы для себя тоже почувствовать, отношение к старшему поколению. Потому что старшие поколения – это поколения, прежде всё осёдлое, им не свойственно перемещаться по территории страны. Поэтому устройство их жизни требует особого внимания. Хочу напомнить всем и телезрителям, прежде всего, что 5 августа президент провёл заседание президиума госсовета с темой заседания «Повышение качества социального обслуживания людей пожилого возраста». Треть населения нашей страны – это люди пожилого возраста и президентом страны. Отмечены уже, что называется, новые задачи в области социальной политики по отношению к старшему возрасту. Здесь не только методы социальной поддержки или социального благоустройства важны. Само по себе старшее поколение тоже делится на группы. Есть очень социально активные люди. Те, кто занимается спортом, те, кто продолжает работать, те, кто продолжает жить совершенно активной жизнью, участвуют в художественной самодеятельности, в различного рода кружках. И мы знаем, что многие пенсионеры продолжают повышать свою квалификацию, учатся в университетах старшего возраста, изучают компьютерную грамотность. И, безусловно, сказать, что старшие поколения – это только те, кто нуждается просто только в поддержке. И совершенно не так. Очень актуальными являются проблемы организации такой совершенно разноплановой работы со старшим поколением. И здесь мы на Ленмаре и в поездках по другим населённым пунктам, безусловно, будем интересоваться, как организована жизнь людей старшего возраста. Хочу особо отметить, что вы один из немногих регионов, у которого членом местного парламента является пожилой человек, которого мы хорошо знаем, Рима Васильевна Костина. Это немногие случаи, когда представитель старшего поколения представляет интересы старшего поколения и работает в местных парламентах. Безусловно, для нас такой опыт работы очень важен. Поэтому вот и один из поводов ещё раз сказать эти добрые слова тем, кто занимается организацией жизни людей старшего возраста здесь. На первой олимпиаде спартакиаде среди пенсионеров в Чебоксарах вы сказали, что спорт должен быть доступным для людей высокого возраста. Как это сделать и как этого достичь? Дать возможность людям старшего возраста почувствовать, что они не дряблые и древние ископаемые, которые никому не нужны, а дать им возможность показать, что они такие же граждане региона, и для них все эти возможности должны быть открыты и в спортивных залах, и на спортивных площадках, и на катках, и в бассейнах. То есть должны соблюдаться абсолютно равные условия. И пример того, как мы предлагаем государству, мы как общественная организация, в данном случае Союз пенсионеров России, предлагаем государству именно такую модель. И вы знаете, просто на удивление мы с этим мероприятием, со спартакиадой людей старшего возраста, она была впервые проведена совершенно правильно в Чебоксарах в День России 12 июня этого года. Мы буквально вписались в тематику, с которой выступил президент по окончании Олимпийских игр в Сочи. Он провел заседание комиссии по развитию спорта и объявил своим указом о введении норм ГТО. То есть как раз там, где 11-я, по-моему, группа, это возрастная группа пенсионеров, которая может тоже сдавать нормы ГТО. Так что мы в данном случае, проявив эту инициативу, не знали, конечно, о том, что президент примет это решение, но, тем не менее, таким образом мы подчеркнули, что среди людей старшего возраста есть огромное желание продолжить свой активный образ жизни. Никому не хочется стареть, никому не хочется считать себя каким-то, знаете, лишним человеком. Поэтому старшее поколение должно в этом вопросе и часто показывать пример отношения к своему здоровью, к своему активному долголетию, к тому, как надо развивать свое участие в трудовых династиях. В общем, надо возвращать некоторые вещи в нашу жизнь, те, которые хорошо себя показали, я имею в виду наставничество, трудовые династии, о них показывают, о них их рассказывают, их пропагандируют. Поверьте, это все скажется позитивно. Спасибо, Валерий Владимирович. С нами был Валерий Рязанский, председатель комитета по социальной политике Совета Федерации. Это актуальное интервью.